Снегопады уже давно закончились, а вот с их последствиями приходится бороться до сих пор. Часть улиц города остаются совсем или частично нерасчищенными. Из-за колеи автомобили заносят, возникают аварии. На прошлой неделе правоохранители составили три протокола на специалистов, которые занимаются уборкой снега. Согласно ГОСТу, у нас определенные показатели по расчистке и содержанию дорог есть. Наш инспектор дорожного надзора выезжает на место, сравнивая с ГОСТами показатели, которые есть на месте, и уже потом принимает решение составлять протокол в отношении виновного лица, либо нет. Данный протокол рассматривается тоже в судебном порядке. То есть наш инспектор дорожного надзора собирает полностью административный материал, далее направляет его в суд, и уже в судебном порядке определяется, какое наказание будет виновному лицу. По трем составленным протоколам халатных коммунальщиков ждет денежный штраф. На прошлой неделе произошло семь ДТП с материальным ущербом. Пострадавших нет. В области вывели статистику аварий с участием детей. В прошлом году в них погибли 19 несовершеннолетних нижегородцев. 13 из них – это пассажиры. Из этих 13, 8 были неправильно пристегнуты, либо не использовалось детское удерживающее устройство. Во всех ДТП, где страдают или гибнут несовершеннолетние в автомобилях, виноваты взрослые. Часть из них, большая часть, приходится на пассажиров. Именно поэтому стоит внимательно относиться к выбору детского удерживающего устройства и не пренебрегать его покупкой. По предварительным данным Управления госавтоинспекции по Нижегородской области, в феврале правоохранители проведут две информационно-пропагандистских акции. По соблюдению дистанции на дороге и посвященную 23 февраля. Хороший водитель – настоящий защитник. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.